Для ульяновских хоккеистов встреча началась не самым приятным образом. К пятой минуте хозяева после идеального розыгрыша стандартов вели со счетом 2-0. Взаимные острые выпады держали трибуны в напряжении всю первую половину встречи. В итоге удача все-таки выбрала Волжан. И на перерыв соперники разошлись при счете 5-4 в пользу ульяновских хоккеистов. Мы сегодня так получилось, что играли без защиты, можно сказать. Не знаю, с чем связано. Может, какую-то расхлябанность какая-то сквозила в обороне у нас. В атаке вроде бы неплохо, забили много мячей, но пропустили невероятное количество голов. И если в первом тайме невероятное количество голов ограничилось пятью мячами, влетевшими ворота старта, то во втором их количество увеличилось еще на два. Правда, даже семь забитых мячей не смогли гарантировать Волжанам победу. Мобилизовав свои силы, нижегородцы после перерыва пять раз огорчили галкипера Волги. В оставшиеся минуты счет мог измениться как в ту, так и в другую сторону. В итоге поражение Волги со счетом 7-9, которого, вероятно, можно было бы избежать, будь у ряда хоккеистов обновленной Волги больше опыта. Молодежь неоценимый опыт в этом сезоне приобрела, старались доверять своей молодежи, старались доверять своим воспитанникам игровое время. И, как мне кажется, в этом сезоне кое-что стало проблескиваться. Да, нам нужно много спокойно поработать, нам нужно чуть-чуть чего-то зрелого в команде, чтобы мы мечтали о большем. Но, тем не менее, сезон, я считаю, что многим игрокам, ну и, в частности, и мне, пошел на пользу. Волга, несмотря на все трудности межсезонья, напомним, ульяновский клуб рисковал провести этот сезон в высшей лиге, завершила чемпионат не на последнем месте, обойдя не только Кировскую родину, но и Красногорский Зоркий. В итоге 13-е место. Впереди работа над ошибками и новый сезон Суперлиги.